И всем привет, ребят! С вами Страванька и Сью записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Наконец-таки мы можем немножечко передохнуть после всех тех ивентов, которые у нас прошли. И порадоваться в какой-то степени за то, что у нас уже теперь есть дрон-кризис. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас на обзоре одна интересная пушка, которая подверглась изменениям в последнем обновлении. И впредь у меня есть довольно большое количество разных вооружений, которые мы вместе с вами рассмотрим. Но сегодня у нас речь пойдет о пушке Гром. Его, можно так сказать, апнули, но при этом устройства на него подверглись изменениям в балансе не в лучшую сторону. Соответственно, мы бы могли их рассмотреть. Но, 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 в связи с тем, что у нас сама пушка апнулась и повысилась как сила удара, как критический урон, так и разброс сплэша, у меня появилась мысль протестировать Гром с адреналином. Мне вот почему-то кажется, что этот Гром будет себя показывать очень жестко, очень круто. И сегодня мы на протяжении, я думаю, что двух боев вместе с вами все это дело проверим, протестим и убедимся, нагибает ли Гром сейчас в матчмейкинге. Потому что, как по мне, он уже в последнее время находится не в балансе, не в мете и смысла его использования особо вообще нет никакого. Да, поэтому мы сегодня все это дело проверим. Ну и ближе к концу данного видоса также анонсируем новый розыгрыш по тегу контент-мейкеров. Контент-мейкеров, наконец-то я уже додумал мысль, которую хотел реализовать и какой розыгрыш сделать. Поэтому в конце этого видоса тоже этот момент расскажу. Переодеваемся на Викинга Грома, одеваем все нужные устройства. Конечно же, с кризисом я играть не буду. Сыграю сегодня на Викинга Громе с дроном, который у нас называется Бустер. По Бустеру можно тоже много чего сказать. Его там понерфили уже до 30%. И можно там начать разглагольствовать по этому поводу, да. Но я пока что, если честно, ну не знаю, нет у меня желания. Ну нет, просто нет желания что-то говорить про этот дрон опять же, да. Он был 50% с повышенной ДДшкой, потом стал 40% с повышенной ДДшкой. Теперь он уже с 30% повышенной ДДшкой. Но при этом всем раскладе он все равно актуален. И он все равно делает тот неимоверный вклад, который не может сделать на данный период времени ни один дрон в нашей игре. Залетаем мы на Молотов. Хорошая карта для Викинга Грома. С одной тычки даю 1000 урона по оппоненту. С критическим уроном теперь у нас с Громом сплэш больше. То есть, соответственно, если вы, например, даете в дом выстрел, и выстрел критический, вот как, например, сейчас, да. То есть, там радиус еще больше. И еще больше шанс выдать вот этот вот максимальный крит, да. Но вы знаете, как у нас сейчас крит работает. То, что если ты там даже, вот видите, я там по стенке нанес, может там сотка была бы урона, если было бы без крита. А с критом 1200 просто по типу заехало. И это очень и очень жестко. Первая, кстати, катка, и она, я бы вам сказал, ну, довольно простецкая. Довольно простецкая. У меня уже 5 киллов. При том, что мы контролируем все вражеские точки. И это больше всего похоже на то, что это какая-то будет очень-очень простая и быстрая досрочка. По урону, да, против резистов. Что я могу сказать? Ну, урон, ну, не сказать, что жесткий. Не сказать, что жесткий, да. То есть, ну, тыщеночка с грома. Может быть, с одной стороны, это неплохо, да. Но если я, например, буду сравнивать со страйкером. Со страйкером, да. То есть, ну, понятное дело, что страйкер нанесет поприятней, побольше, по могущественней урон, так сказать, да. Поэтому здесь спорно, спорно. Но, например, по легким, которых резистов нету, очень приятно залетают. Очень приятно. Если тут еще попробовать где-нибудь грамотно реализовать овердруйвик, я думаю, что можно было вообще нормально выехать на этом движении. Так, попробуем сейчас увенести викинга рикошета. Ну, его, наверное, добьют, да. Воспожига 1800 по Воспожиге залетает. С критом я его точно бы ваншотал. А с кризисом, кстати, с кризисом, урон был бы больше 2000 с ДДшки. Соответственно, там бы залетал 100% ваншот. И у нас была бы возможность очень-очень-очень неплохо уносить противничка. Так, аптечка дроповая. Противник контролирует? Нет, не контролирует. Хорошо, забираем мы эту аптеку. Является у меня сейчас ДДшка. 9 киллов у нас. За 3 минуты, я не знаю, запикивался я в какую катку. Начало там было уже. Или я в самую нулевую запикался. Так, 3 типа у нас по респам едут. Может быть на них овердрайв прожать, нет? Как вы считаете? Или можем так запинать просто? Хороший был выстрел один по воспожиге. Она пытается контролировать наш респ. Вы видите, что в матчмейкинге все-таки резисты от грома присутствуют. Я, если честно, думал, что сейчас уже никто не использует резы от грома. Но все же вы видите, что резы есть. Ну, может быть, ребята сейчас переоделись. Так, прожимаем. Не совсем может быть грамотный овердрайв. Но я устал держать его. Соответственно, надо было уже где-то его реализовать. 2 кила свои дал. Можно было это намного раньше сделать, эти 2 кила. И не передерживать овер. Поэтому я всегда говорю, что на викинге лучше быстро прожмите овер. Быстро его реализуйте. Чем вы будете долго его передерживать. И по итогу прожмете там вот, как я сейчас, например, двух танков только слил. Поэтому лучше быстрее все делаете. И в этом плане копите сразу же новый овер и наваливаете. 1200 с крита. Ну, неплохой урон. 2 крита подряд. Офигеть. 2 крита подряд. Шанс критического урона у нас сейчас, если я не ошибаюсь, на громе 15%. И с таким шансом 2 крита подряд вылетел. Вот это прикольно. Это очень прикольно. С диктатором, может быть, интересно бы себя показал. Или, например, с харьком бы этот гром себя хорошо показал. Нет? Блин, с харьком я уже давно ничего не тестировал. Но я думаю, что в ближайшее время появится у нас. Заспойлерю вам тет. Появится у нас тест с харьком. С одним интересным устройством. 16 на 1 мы идем. Блин, ну, неплохо. Неплохо. Ну, и здесь, наверное, мне чуть больше повезло с тем, что оппонент такой недовольно жесткий. Но по 1200 очень приятные цифры. Очень приятные цифры. И у нас уже противников 5 резистов от грома. 5! 5! Понадцепляли здесь резов типочки. Так, попробуем насынуть. Хотя она не получилась. Викорик прожимает овердрайв. Мы от него, конечно же, скрываемся. А, он даже от стенки отрабатывает. Нифига. Грамотный рековод. Я думал, что у меня удастся заныкаться от него. Так, 18 на 2 мы идем. 18 на 2. 18 на 2 это очень хорошо. Это очень хорошо. Но здесь теперь нам нужен крит урон. Нужен крит урон, чтобы уже уносить этих типов. Где крит? Дай крит. Прямо сейчас дай крит, пожалуйста. По трем! По трем крит бы залетел бы. Вот, жестко было бы, если по трем крит залетел. Ну, давай хоть по 2. Что-то вот видите, то у меня 2 крита подряд было, то вообще 8 или 9 выстрелов. Уже, наверное, 10 выстрелов нет критического урона. Офигеть! Как это работает? Как это работает, ребят? Почему так долго крита нет? Интересно. Интересно мне знать. 21 килл. 21 килл у нас за 6 минут боя. Ну, неплохо. 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 Неплохо себя чувствует гром. О, хорош. Хорош тайминг. Хороший тайминг. Так. 3, 4 и 5. А, 5 не забрал. Нормально, 4 танка унесли. Уже приятный бонус. Так, попробуем сейчас здесь типа закрыть. Вторую каточку, я думаю, что мы сыграем в режиме ТДМ. ТДМ. Да, я думаю, что эти 2 режима, что ЦП, что ТДМочка, очень хорошо подходит для таких вот викинга громчиков. Поэтому будет интересно посмотреть, что же у нас получится. Ну, здесь, например, по викингу хороший урон залетает. Но я так понимаю, что у него нет дрона. У него там защита как-то вообще его не держит. Вот это у парня тоже дрон не качанный. 1200. 29 киллов за 7-минутную битву. 29 киллов. Это, ну, 30 уже киллов. Это очень хороший результат. Прям шикарный результат. Для такого грома, при том, что он был не в мете. Интересно смотрится адреналин, я вам скажу. И перезарядка у него не сильно дольше, чем у кувалды. В моменте, когда у вас ХП начинает падать, вы наносите большее количество урона. То есть вообще приятный бонус. Опять 2 крита подряд. Опять 2 крита подряд. А там было 15 выстрелов без крита. Вот я не знаю, как это работает. Может, вы знаете, как это работает? Объясните мне, пожалуйста, в комментариях к этому видосу. Будет интересно мне тоже почитать. 1200. Хороший крит. Хорошая добавочка. Мне здесь нравится то, что сплэш теперь хороший. Можно от стенок очень будет работать. Знаешь, чтобы сейчас меня в ТДМ-ке закинуло где-то на карту, где есть много домов. И где вот этот сплэш урон можно будет грамотно реализовать. Не успел я убежать. Меня схавал, потому что тиммейт. Кто? Правильно. Гений игры тиммейт. Тиммейт просто гений. Гений. Он затормозил и думал, что до него, наверное, мамонт не дотянется. Но он, конечно же, дотянулся. И унес и меня, и его, и всех подряд. Так, мы все точки потеряли. Плохие новости. Что я могу сказать? Плохие новости. Все точки у противника. У противника есть шанс здесь на контролинге удержать. И вообще мы можем проиграть эту катку. Вообще мы можем ее даже слить. Поэтому надо включаться. Надо включаться. И включаться прямо сейчас. Я вообще думал, что здесь будет очень быстрая досрочка. Мы там в одном моменте прям очень легко противника уносили. Лаксерва какой-то произошел неприятный. Так, бомбочка пошла. Ой, очень плохая бомба, если честно. Подавление мне на 30 секунд дает. У меня появляется уже овердрайв. Я бы сейчас этот овердрайв мог бы где-нибудь неплохо так реализовать. Теперь у меня очень-очень долгое подавление. Подавление. Ну ладно, давайте. Скоро у меня спадет. Попробуем здесь где-нибудь овердрайв реализовать. Так, викорик вот этот едет. Опасный викорик. Неприятно, конечно, играть против таких типов. Когда у них есть защитник. Есть резист. Как-то ну такое себе. Такое себе, такое себе. Так, давайте попробуем слить вот здесь. Молодую викожигу. Так, и надо, чтобы противник как-то открылся в большем количестве. Ага, понял, открылся. Я уже открылся. Только я открылся под него. Уничтожился случайно. 38 килов. 38 килов резистов. Офигеть. Сколько от грома берут резов. Просто сколько вы берете от этой пушки, которая, по сути, ну вообще не нагибает сейчас у нас в мете. Сейчас она, ну, никакая. Я б сказал. Я б сказал, что она никакая. Так, ну вот сейчас было бы неплохо овер прожать. Потому что есть на центре противник. Можно здесь докидать неплохо. Так, я даже и этого не успел добить. Офигеть. Не успел добить даже троих. Двоих только. Ой, хороший крит. Плотный. Плотный крит очек залетел. Хорошо, еще добавку дал. Найс, найс. 42 килла уже. О, диктатор овер. Блин. Диктатор, может ты раздашь? Дик. Брат. Раздай овер. Братишка. Братишка, ну дай мне... А, я понял. Спасибо за овер, братишка. Спасибо за овердрай, братишка. 43 килла. Так, ну если мы здесь дотянем до... До 60... Ну было бы вообще жестко, если бы до 60 я дотянул бы в такой катке. Ой, 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 ой. Какой крит. Не, крит очень приятный. Прям очень приятный. В моменте по резисту, когда ты даешь... Вот эту 1200-1300. Прям очень смачно смотрится. Но урон такой же самый, что и без... Без крита. Просто здесь ты будешь игнорировать резист. Да, то есть по резу ты дашь тоже хорошую плюшку. Соответственно, в моменте этот гром может тебе очень сильно помочь. Ну и плюс там, если у тебя большое расстояние, и ты там с простого выстрела уже наносишь меньше урон, с крита у тебя будет максимал очка. То есть здесь такой вот интересный бонус критического урона. Но в очередной раз мне диктатор помешал. Ну вот если так вот мне будет мешать тиммейт, то скорее всего мы сейчас просто возьмем и проиграем этот бой. У нас уже противник скрутил все точки. Уже отрыв у нас... Отрыва у нас уже нету. И теперь уже сейчас нам придется даже камбэчить эту катку. Нам придется камбэчить. Диктаторы катаются с овердрайвами. Овердрайвы не прожимают. Команда у меня, конечно, очень крутая. Прям от слова вообще просто нереальнейшая. И моя задача личная в таких боях, это всегда найти себе одну точку. И желательно, чтобы эта точка была трудно-трудно занимаемая. И попытаться ее засейвить. То есть, например, я буду сейвить точку. На меня будет ехать большое количество оппонента. И при этом я еще буду их сливать. И точку контролировать. Вот если вот эти два ключевых фактора будут работать, то по итогу у нас будет больше возможностей выиграть бой. Но пока что у нас еще 2 минуты 20 секунд. Я уже для себя понял, что я буду ехать на левую точку. Потому что мне так кажется, что она будет самая тяжелая. Правую периодически наши тиммейты забирают. И вроде как с нею все более-менее нормально. Пробуем сразу накидочку здесь по воспу. Плюс здесь есть прострел в центр. То есть, открытый центр. Ой, хороший овердрайв дает молодой человек. Мое уважение молодому. Три выстрела с грома успеваю дать. То есть, это с грома так же самое, как с диктатора. Ой, ну с викинга я имею ввиду. Здесь просто мне раздали. То есть, соответственно, я мог бы так же само кинуть 3 грамма критических с диктатора. Очень неплохо. Очень неплохо. Хороший момент. Надо запомнить. Интересно, с харька сколько там можно дать. Харька, наверное, чуть даже больше можно дать. Так, ну у нас примерно равная сейчас игра. Левую точку скручивают. И вот сейчас у нас открывается последняя минута. А последняя минута в этих боях, она самая важная. Самая важная. Теперь мне надо просто выбить левую точку. Как мы ее будем выбивать? Мы прожимаем овердрайв. Мы прожимаем... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Сколько мне понадобилось сейчас громов потратить? Чтобы просто слить этого типа. Это очень плохо. Прям максимально плохо. Но точку мы заберем. И сейчас после того, как мы заберем, мне надо резко пушить левую зону. И пытаться закрывать этого мамонта. Мамонт с овером. Ну это вообще габельное. Минус как-нибудь бы упал бы. Не, ну это без шансовик, я бы сказал. Наверное. Или может есть шанс. 35 сек. Ну левую мне надо просто проконтролить. Ладно, левая отдается. Без шансов левая отдается. Типа въезжают в нее. Я тогда быстро въезжаю в центр. Потому что все противники упарываются в левую зону. Если я успеваю забрать центр, она меня сразу контрит. Ну вообще без шансов. Просто без шансов. 55 киллов я делаю на викинг-игроме. Что касаемо моего личного результата и прогресса в этом бою. Очень хорошо. Очень хорошо. Прям очень хорошо. Но. 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 Есть одно большое но. То, что далеко не всегда ваша личная игра влияет на исход боя. То есть очень многое зависит также от вашей команды. Да, вы приносите большой вклад в эту победу. Да, и стараетесь максимум сделать. Но зачастую этих сил не хватает. И соответственно вы просто сливаете вот такие бои. Хотя личный перформанс 56 киллов для такого боя это очень и очень хороший результат. Поэтому все, что я вам могу сказать, это мы просто берем и пикаем сейчас во второй бой. А это будет контроль точек. Ой, контроль точек я хотел сказать. Командный бой. И сам ошибся. Меня куда-то закинуло. Офигеть. Если меня сейчас закинуло в ЦП, это будет просто смех. Просто смех. Я хочу ТДМ-очку сыграть. Хочу посмотреть, что у нас будет на викинг-игроме в ТДМ. И сколько вообще в ТДМ-ке будет резистов. То есть в этом бою, например, резистов было довольно мало. Довольно мало. И потом ребята просто их нацепили. Сейчас посмотрим, что будет в ТДМ-ке. Изначально уже ребята используют резист от грома или не используют. Один рез. Один рез. Да, окей. Хорошо. Но один рез это вообще мало. Значит, сейчас уже гром находится в том моменте, что даже от него не берут резисты игроки в матчмейкинге. Но посмотрим, что у нас будет ближе к концу этого боя. Да, пока что у нас только один резист. Отправляемся пушить. Вражеский спаун. Пытаемся нанести как можно больше урона. Ну и, понятное дело, нам нужны киллы, киллы, киллы. И еще раз киллы. Хорошую 1200-очку наносим по оппоненту. Здесь можно по викорику еще побольше пострелять, если честно. Добавочки ему по 1000-очке. Даем. 1000 крита еще сверху. Кориофриз пытается выпушить левую зону. Собираем его. И сразу же можно еще и забрать здесь хантерочка. Но я, к сожалению, промахиваюсь. Два килла есть уже у нас. По ГС, кстати, неплохо меня закидывает. Ну, не такие жесткие типы против. С одной стороны, с другой стороны. Сейчас этот ГС работает немножко по-другому. В том смысле, что теперь у нас за дрон очень много дают ГС. И, соответственно, там могут быть ребята с фулл прокачкой пушки и корпуса, но при этом не качаным дроном. И, соответственно, у них будет там показывать очень и очень маленькая ГС. Так, здесь с кризисом Вика Молд какой-то опасный меня разваливает. Да-да-да-да-да-да-да. Окей. Падает у нас по центру овер. Вот это был овердрайв из-за контроля. Здесь был вообще шикарный. Этот овердрайв мне может пригодиться сейчас на пушинге. Центр. Ай, противник подъезжает. Я не успеваю его слить. Он был ваншотный, интересно? Нет. Он был не ваншотный. Блин, ну, плотно, плотно противник пока что принимает. Довольно тяжело будет, наверное, сейчас нам выиграть. И, наверное, даже лучше поиграть пассивней. Пассивней, чтобы нас противник пушил. Я смотрю, что здесь агрессия есть от оппонента. Я думал, что я буду контролить их респ. Но сейчас я вот думаю, что было бы неплохо, наверное, просто нам занять какую-то позицию. И уже от этой позиции выигрывать каточку. Так. Ну, тиммейты, конечно, мешают. Но это просто ужас. Здесь еще хоререйсы кидал. Я думал, что это противник. Это, оказывается, тиммейт. Пробитие мне наносит. Викинга молот. Так. Хантера молот пушит. Хороший ему по 1100 даю. И мы его тоже забираем. Здесь можно по Викорельсечке подкинуть чуть-чуть. Чуть-чуть урончика. И вот здесь вот можно уже и по Викорельсу. У Вика молоту. Сколько расходки у типа уезжает. Так же самое и я сейчас на кризисе. Трачу эту расходку. Да, 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 да. И все. И Габелла у нас. Приезжает. Габелла Габельная. Так, ну мы ведем. 30-23. Вести мы ведем. Но по моим очкам, конечно, все максимально печально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе меня закукурузило. Прекращай, прекращай, друг ты мой, пожалуйста. Прекращай так играть. Так, давайте мы занимаем уже позицию. Стараемся откидочку какую-то оформлять. У меня овердрайв, кстати, появляется. Овердрайв это очень неплохо. Еще бы его реализовать где-то. Так, чтобы он сработал на very wonderful. Так, и центр овер падает. Центр овер падает. И тиммейт забирает. Окей, хорошо. Хорошо, так, мы делаем вот такую схему. Схему. Схему профессиональную. Так, забираем одного типочка. Здесь века молот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больновасто. Больновасто. Сейчас накинул мне больновасто. Не ожидал я увидеть такую плюшку сочную. По своей кабине. Так, мне надо овер где-то завязать. Где мне юзать овер? Резистор, кстати, от грома вообще не прибавилось. Ноль резов. Ноль резов от пушки. Поэтому теперь у нас игроки в матчмейкинге уже считают, что эта пушка находится не в мете. Она не нагибает. И в ней смысла очень мало. И это очень хорошо. Ведь с такими моментами на ней можно будет играть. И что-то, что-то накидывать. Но сразу скажу, что викинг на гром теперь это... Ну, такое-се. Такое-се. Очень долго овердрайв на викинге копится. И вообще сейчас мне викинг не нравится. Но откровенно говоря, он мне не нравится. Я не знаю, есть ли вообще смысл его юзать. То есть ты копишь 5 минут примерно. 4-5 минут овердрайв. И при этом ты даешь за все это дело максимум 4-5 килов при удачном раскладе. А то и вообще 2-3. То есть при этом ты 5 минут копишь овер. Намного выгоднее уже тогда взять условно либо Крусейдера, либо взять того же, как он называется, Харька, Диктатора. То есть есть безумно большое количество разных корпусов, которые можно реализовать намного грамотнее, чем викинг. Поэтому викинг мне сейчас вообще не нравится. Вообще никак. Просто вообще никак. И это лишь такой мини-тестик. Можно было попробовать даже с Харьком грамма посмотреть. Мне кажется, что он бы показал себя интереснее. Ну ладно. Это уже так. Немножко отступление. 14 килов. 14 килов за сколько? За 6 минут в матчмейкинговой катке. Ну это уже такой себе результат. Это уже слабовато, если честно. Это слабовато. Это слабовато. Ну здесь уже противничек такой на приемочке неплохо работает. И уже тяжелее и тяжелее все дается нам в этом бою. Ну, соответственно, соответственно, не все так хорошо. Так, а вот сейчас было интересно, да? А, 1800. Все, понял. Все, понял. Тот был без ДАшки. Я думал, почему по одному 1800 прошел крит, по-другому там 900 с копцами. Сначала не понял. Так, этого за 2 выстрела, да? Там еще чуть вулканчик, конечно, мне помог. Наверное, за 2 выстрела бы я бы его слил. 17 килов. 17 килов. Из-за этого за 7 минут я прожал только 1 овердрайв на Викинге. 1 овер. 1 овер. Ну это мало нам. Но мы выигрываем. Главное, конечно, такую катку это выиграть. Главное ее не профукать. Катка такая. Довольно равная. Довольно равная. Нет особо никакого преимущества. У нас в этом бою. Ну и при этом. При этом противник тоже. Ну такого же. Такого же уровня. Да. И поэтому здесь будет очень интересная, скорее всего, концовочка. И от этой концовки зависит. Зависит наша небольшая прибыль. Сколько мы заберем с фонда? 40% или 60%. Конечно, когда у вас фондов повышенных нету, то, наверное, это не особо сильно чувствуется. А вот когда, когда, когда у нас есть повышенные фонды, то уже... Ну вообще, в принципе, мне нравится играть на победу, да? То есть я не сторонник того, что типа, ай, да я проиграю, но при этом получу столько же примерно кристаллов, сколько получит там тип с победы со своей, да? Даже при этом. Все равно у меня всегда в цель. Цель это постараться выиграть, да? Даже в той катке, в которой там победа очень-очень может тяжело даваться, но при этом все равно хочется-хочется выиграть. Так, у нас появляется овердрайв. 6 килов до сих пор у нас разница. И куда бы мне его прожать? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Викингом молот играет максимально аккуратно. Мне, наверное, пикать под него не совсем выгодно. Мне, наверное, где-то овер завязать. Где его завязать? Надо еще поискать место такое. Но здесь вот сбровки можно, наверное, дать хороший. Дать хороший овер сбровочки. Сбровочки. А чтобы сбровочки его дать, надо сейчас занять позицию. О, викингом молот тоже прожимает овер. Нет, релетит. Там овер, наверное, на центре был. Он его прожал. Хотя нет у него процентов. Еще одного овера-то нет у него? Не знаю, ладно, странно. Пантер с овердрайвом. Надо как-то его набайтить, чтобы он его прожал и меня при этом не застопил. О, хорошо. Подавление нанеслось только. Блин. Видно. Подавление нанес. Ну и вот, в очередной раз я очень много времени теряю на прожать овердрайву. Потому что, ну, я не вижу здесь вообще момента, где его можно прожать. Просто нет момента. По идее, его надо быстро-быстро-быстро вдарить. И все. Но момента... Ну, давайте, ну, такой момент. Более-менее что-то, да? Что-то более-менее с разворотика. Ну, четверочку дал. Хорошо, окей. Это неплохой момент. Еще и овер на центре можно было законтролить. Но я не успел. Не сориентировался, не видел, что он падает. Ну, неплохой, да. Ладно. Хорошо. Хороший даже момент. Хороший. Но это за 10 минут всего лишь 24 кила. 24 кила. В цпшке у нас шло намного-намного приятней. Если сравнивать, например, у меня есть Гаусс в команде, да? У него двадцатка. И вообще, в принципе, если рассматривать Гаусс игром, то мне кажется, что Гаусс смотрится посимпатичнее. То есть, там и критический урон сейчас пожестче. Плюс у вас есть возможность сводки. И, ну, резист там вообще практически не чувствуется, да? То есть, там... Бери-бери-не бери этот резист. От него там смысла особо много нет. Поэтому, вот если бы я, наверное, сравнивал Гром и Гаусс, то я бы точно свое предпочтение отдал бы Гауссу. Поэтому то, что сейчас у нас бустанули Грома, и то, что якобы его сделали сильнее, да? Ну, немного чувствуется, окей. Немного чувствуется то, что Гром стал чуть-чуть поприятней. Но еще эта приятность пришла к этой пушке за счет того, что резистов больше не берут, да? То есть, если раньше у нас даже хоть Гром находился уже не в мете, но от него очень-очень много резов брали. От него прям вот любили там по 5, по 6, по 7 резистов за катку брать, да? То есть, сейчас у нас в последнее время резистов от нее уже никто не берет. Но, но, но вы видите, что в принципе Гром-то хоть и показывает такой средний неплохой результат, но этого мало, этого мало, его надо еще бустить, его надо еще бустить. То, что сейчас его апнули, это, конечно, хорошо, но в моменте, конечно, этого будет мало. Этого будет мало. 28 киллов у меня в такой катке, у противника, вот, например, на молоте тоже 28. У нас есть еще у кого 25 на гауссе, да? То есть, ну, такое-се, такое-се. Остается 3 минуты, пробуем забирать оппонента. Забирать, забирать, забирать. Блин, там у двух типов 0 хп было. Я ни одного, ни второго не забрал. Вот этого 0, да? Этого 0. Ай, забрал и сам себя забрал. Ладно, 6 киллов. Хорошо, что мы выиграли эту катку. Это очень хорошо. Что у нас тут? Победочка. Победочка, при том, хорошая. Хорошая победочка. Очень хорошая победочка. Сейчас заберем еще вот этого молодого. Нет, не успел. 3 килла. Добиваем. Здесь пикамолот может еще прожать овердрайв. Будет жать. Он хочет. Хочет жать овер. При этом не хочет улететь. Да? У него кризис. Ну, ладно, он мне дай нам. 2 килла. 2 килла. 2 килла добиваем. Надеюсь. Надеюсь, добивает наша команда эти 2 килла. Один я дал. Может, второй сразу. Второй будет. Разворот. Не успел. Ну что? Ну что? 3-100. Ой, 3-300 получились в такой катке. 30 киллов. 30 киллов это мало, да? То есть, первый бой был хороший. Второй был, ну, такой себе. Соответственно, гром находится в ниже среднего баланса. Его апнули. Ну, мой вердикт, что его надо и дальше еще прибустить. Возможно, надо добавить ему просто урона. Что урон какой-то, ну, такой себе. Либо сделать быстрее перезарядку. Да, то есть, в этих компонентах чувствуется, что есть какая-то нехваточка. И его надо еще апать. Ну, а так, по безрезисту, если вы любитель прям жестких грома, то вот вам возможно то устройство, с которым вы сможете давать 50-ку, например. 60-ку. Но я бы, например, брал бы все равно бы условный там страйкер Гаусс. Из своих вооружений, которые мне бы больше нравились. Ну, и что я могу сказать по поводу розыгрыша, да? То есть, в этом видосе полноценно у нас он стартует. Уже с 15 ноября принимаются у нас формы на этот розыгрыш. То есть, полноценно с 15 ноября по 25 декабря. 25 декабря это у нас итоги. 4-го уже розыгрыша по тегу. И в этот раз мы разыгрываем 1000 коинбоксов и 1 миллион кристаллов. Да, может быть не какие-то такие супер безумные цифры по отношению с тем, что у нас было раньше. Но и этот розыгрыш, по сути, длится довольно мало. То есть, я посчитал нужным, но, наверное, не делать какие-то заоблачные цифры. Все-таки времени маловато. Если предыдущий у нас розыгрыш длился чуть ли не 2,5, может даже 3 месяца, то этот у нас пройдет за месячишку. И для тех ребят, которые, может быть, не совсем знакомы с тем, как работают розыгрыши по тегам, то я вам расскажу то, что вы заходите сюда в аккаунт, видите здесь тег создателя контента, изменяете, либо ставите себе вот такой вот тег, который называется TeamP. Это мой личный тег. И после этого вы оформляете какую-либо покупку, например, там Танкоины, либо там Премка, да, то есть, ну, то, что вы покупаете непосредственно за монеты, деньги, да. И после этого переходите в описании, например, к этому видеоролику, либо в описании любого стрима, и видите, там есть ссылочка «Нужно заполнить форму». Есть ссылка, переходите по форме, заполняете форму и уже участвуете в розыгрыше на тысячу коинбоксов и на один миллион кристаллов. При этом у вас при любом раскладе есть уже какой-то приз, да, вне зависимости от того, какую сумму вы закинули, что-то определенно вы уже точно выиграете. В этот раз все кристаллы будут разыгрываться как общий приз по распределению, а коинбоксы будут уже в виде лотереи шансовые, да. То есть, если у кого-то есть какие-то еще по этому поводу вопросы, то я думаю, что можете там залететь на какой-то из ближайших стримов. Я там все это дело тоже смогу вам пояснить, рассказать, если какие-то вопросы есть. Ну а у меня на этом все, друзья. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok